всем привет привет всем отличные пятницы хочу поблагодарить вас всех за ваши комментарии за ваши лайки за ваше внимание за то что некоторые из вас и как-то проявляют заботу да ко мне и интересуется что что случилось со мной да почему такое вот либо поникший голос либо что со мной в общем происходит отвечу на этот вопрос со мной в принципе все нормально я просто очень сильно устала вот и но пока нет такой возможности чтобы отдохнуть чтобы вот как-то восстановиться я обязательно конечно же это сделаю при первой возможности поэтому огромное вам благодарность за ваше внимание за вашу заботу мне это очень очень приятно за вашу искренность также хочу поблагодарить за донаты которые вы присылаете мне очень приятно это конечно же радует и меня просто нету слов что вам сказать еще вот но сегодня ну как вы уже поняли да я стала делать последнее время короткие расклады просто потому что ну нету действительно энергии сила оставлять вас без расклада не хочу да и останавливаться я тоже не хочу поэтому по мере возможности как только я буду восстанавливаться до энергетически я буду делать большие расклады как делала раньше напоминаю что в разделе сообщества вышел анонс на близ консультации близко суд тема сегодняшний близ консультации который я буду проводить скорее всего на выходные это мини анализ что было что есть что будет выбирайте какую-то сферу либо в общем не знаю и пишите мне telegram либо на почту ссылка и контакты есть в разделе сообщества переходите смотрите последний пост там все написано сколько стоит что нужно сделать и так далее а мы с вами сделаем сегодня расклад на тему каким животным вы хотели бы быть если бы у вас была такая возможность этот вопрос он психологический суть его заключается в том что животные которые выбираете вы то есть вообще даже рекомендую да несмотря на расклад просто сесть и задуматься каким животным бы вы хотели быть либо млекопитающим либо птицей либо земноводным либо насекомым неважно в общем все что-то из животного мира до что вы выбираете для себя и почему ответ на этот вопрос он покажет вам ваш характер то есть через черты через качество через функции возможно до животного либо того что вы выберете животного мира до представителей животного мира он по сути отображает какие-то ваши черты либо те которые вы хотели бы усилить в себе либо те которые вы хотели бы приобрести в себе то есть выбор животного он не случайно мы выбираем его в принципе по созвучу это очень в чем-то может даже да и перекликаться с тотемом потому что тотем это животное существо силы и поэтому когда мы выбираем да то в принципе это то что может придать нам больше силы усилить нашу силу ну и плюс ко всему каждого животного есть какие-то свои функции до которые он может отыгрывать если он становится тотем вот Вот, тотемы есть не у всех, на всякий случай, да, скажу. Вот, но сейчас не об этом. То есть мы не будем смотреть тотемы, а мы будем смотреть как раз-таки животные. Каким животным вы хотели бы быть? Не знаю, насколько у меня это получится, потому что я иногда, знаете, замахиваюсь на какие-то такие расклады, которые вот, ну, казалось бы, да, я смогу, я справлюсь, а у меня не получается. Вот, ну, как получится? Если не получится, ну, значит, не получится, значит, будет провал. Позиции видите перед собой. Я попробую вытащить на каждую позицию только по три, по три карты. Вот, и попробую со настроиться и посмотреть, да, что нам покажут. В общем, ну, суть вы расклада уловили. Тайм-коды есть в описании, ссылка на мои услуги тоже есть в описании. У кого не работает топ-линк, если вы хотите посмотреть, да, то можете мне написать в Телеграм, либо на почту. Вот, и, ну, я отвечу вам на ваши вопросы лучше, конечно, в Телеграм, я вижу в Телеграме. Сразу могу отвечать на почту, я, ну, немножко с задержкой, да. Кому интересна моя почта и Телеграм, в разделе сообщества переходите, и там в любом посте, внизу я даю ссылку на Телеграм и на мою почту. Так, ну, а мы с вами давайте приступим, попробуем. Не знаю, что получится на мой, как говорится, страх и риск. Смотрим, волнительно даже. Я вот взяла колоду Таро Шаманов, не знаю, насколько получится. Удастся ли мне посмотреть. Так, каким животным вы хотели быть? Единички, три аркана. Каким животным вы хотели бы быть? Так. Двойка костей, да? Секундочку, надо подумать, каким животным вы хотели бы быть здесь. Здесь, мне кажется, даже, знаете, не то чтобы животное, а скорее всего, мне кажется, насекомое здесь идет. Что-то такое летающее. Если это не насекомое, то это птицы. Но это однозначно не животное и не рыба. Это может быть что-то такое, что имеет. Это может быть стрекоза. Это может быть, то есть, почему стрекоза, да? Она указывает как-то на состояние души. То есть, знаете как, на гармонию, на примирение. То есть, когда человек шагает к себе навстречу. То есть, здесь идет вот какое-то перерождение, да? Если бы это был цветок, я бы сказала, что это лотос. То есть, что-то такое чистое. Либо лилия. Но вот почему-то здесь либо стрекоза идет. Стрекоза. Либо бабочка. Как изображение именно красоты и состояния души. Что-то, что связано с гармонией. Шестерка луков здесь говорит, ну, во-первых, здесь изображена, да, чайка. Тоже вот как состояние души, какого-то полета. Что-то здесь летящее. Возможно, орел. Возможно, даже и чайка. Что-то, что изображает как раз-таки свободу полета. Какое-то вот парение, да, и движение. Ну, в принципе, чайки, да, они такие любопытные. Потому что здесь вот какое-то любопытство тоже присутствует. Какой-то вот интерес. Может быть, попугайчики. Тоже, которые, знаете, как-то притягивают внимание к себе своим вот этим вот окрасом. Может быть, соловей, да, в контексте своего собственного пения, да, и красоты. То есть здесь что-то такое летающее, парящее, что символизирует состояние души, красоты, движение вперед, легкости, невесомости. И что-то такое воздушное. Думаю, вот здесь вот эти два аркана понятно. А это таркан. Здесь почему-то у меня идет, знаете, вот как какое-то животное, да, напоминающее то ли быка, то ли буйвола, то ли бизона. То есть такое, знаете, животное силы. Хочу сказать, знаете как, сила есть, ума не надо. То есть вот какая-то физическая выносливость, что ли. Сила, сила вот. Парнокопытная, да. То есть вот эти вот два аркана, они здесь указывают на красоту и на гармонию, на состояние души. А вот здесь вот указание идет на силу. На силу, на выносливость, может быть, где-то в чем-то упертость. Может быть, постоянство, нежелание меняться, да. То есть какая-то физическая сила тоже может быть. Терпение, постоянство. Какой-то вот такой, знаете, размеренный образ жизни, но при этом человек, который может отстаивать свои границы, может дать отпор. То есть внешне кажется, что вот я какой-то такой невинный, что ли. Но здесь еще как-то вот вопрос безопасности проходит. И человек вынужден вот как-то обороняться, что ли, все время. То есть быть как-то на защите, на страже. Поэтому ему нужны объемы. И это вот какое-то животное, помимо того, что вот оно какое-то большое, у него есть много мышц. То есть физически, да, как-то указывает. Ну вот, хочется сказать, накачанный вот бывает, показываю, да, картинки буков, которого перекормили гормонами. И вот он вот такой вот мощный, да, либо какая-то разновидность. То есть, ну это не лошадь, нет, нет, это именно бык, вот именно бизоны, бизоны. Это даже не коровы. То есть это вот что-то такого вот как будто бы мужского пола, да. То есть здесь сила должна быть. Здесь у нас идет грация, у нас идет легкость и вот изящество, да. А здесь вот прям сила какая-то такая вот прям очень мощная-мощная. Хорошо, эти животные, да, мы сказали, что они покажут ваш характер. Ну какой характер здесь нам будут показывать вот эти два аркана. Ну, королевы, королева костей, да, королева жезлов. Независимость. Независимость, яркость, коммуникация, да. А здесь еще может быть пчелы. Пчелы тоже, да, как работоспособность. То есть если бы это были, например, цветы, то здесь был бы какой-то вот подсолнух такой, знаете, вот большой, круглый. И все время, ну вот на позитиве и смотрящий в сторону солнца. Ну хотя у нас здесь не про цветы, но в любом случае просто пришло, да. А здесь вот про животные силы, да. А здесь какой характер, какой характер показывает. Умение отстаивать свои... Вот смотрите, здесь, кстати, тоже есть эти стрекозы. Умение... Причем стрекозы, если я не ошибаюсь, они все время живут возле водоемов, да, возле реки и возле чистой, по-моему, реки. Поэтому здесь, видите, тоже вот как фонтан, как либо водопад, да. И стрекозы, как очищение, очищение души. Какую часть характера, умение, умение постоять за себя, либо какая-то вот, знаете, потребность именно в безопасности, в защите. То есть вот здесь вот это очень сильно проходит. Почему я говорила про большого животного такого, знаете, вот именно бизона? Потому что здесь животное, оно должно брать весом, оно должно брать объемами, да. То есть вот как-то напугивать из-за своих больших размеров. То есть здесь вопрос не в том, что действительно есть сила, потому что, ну, наверное, есть животное сильнее, там, к примеру, слон, да. Ну вот, а здесь просто такое ощущение, что вот оно как-то, ну, раздувается, да. Да, становится много этого животного, то есть большое, оно занимает какое-то вот пространство, да, чтобы отпугнуть врагов, отпугнуть недоброжелателей, людей, которые не нужны в поле. Почему? Потому что вот здесь восьмерка кристаллов, она указывает, знаете, на такое состояние души, когда у человека есть какое-то разочарование в том, что не реализовались его мечты, его надежды. То есть не случилось так, как он мечтал, так, как он хотел. И вот человек нуждается в какой-то вот защите, да, в безопасности. Это безопасность, причем не от каких-то врагов, а вот как будто бы от внешнего мира, чтобы в момент уязвимости никто не причинил больше боли, чем есть сейчас у человека. То есть какой-то здесь такой момент идет. Может быть, сейчас вы так себя ощущаете, да, что что-то произошло, и я сейчас не нахожусь в состоянии силы. Вот как-то, не знаю, либо уязвенности, либо вот недостатка энергии, недостатка силы. Вот что-то мне идет такое, знаете, хрустальное. Хрустальное, как в этой Белоснежке и семь гномов, да, когда Белоснежка лежит вот в этом хрустальном гробике, да, и ждет своего принца, пока он ее поцелует. И то есть вот в этот момент, да, она уязвимая. Во-первых, потому что она спит, и ее тело нуждается как будто бы в заботе и в охране, да, чтобы кто-то охранял ее сон. А вот эта вот хрустальность, она показывает, опять же таки, уязвимость, и то, что это легко можно поломать, да, то есть вот это вот стекло, как хранимость какая-то. Ну, то есть здесь поэтому вот это вот животное вам нужно, да, для силы. А вот это вот указывает как раз-таки на ваш внутренний мир. То есть получается, что вот это животное внешнее, а это животное вашего внутреннего мира. Как-то так. Не знаю, у кого отыграется, да, то есть не может отыграться у всех, да, это может кому-то и не откликаться. Еще хочу сказать такой момент, что поскольку у меня сейчас меняются энергии, вибрации, а я транслирую через себя, велика вероятность, что многие расклады вот в этот период, они вам будут не откликаться. То есть имейте это в виду, не переживайте. Дайте себе возможный шанс, чтобы как-то вот, я не знаю, прошел какой-то период, да, и когда моя энергия устаканится, как-то более-менее, вы сможете заново смотреть расклады, да, то есть можете какой-то период не смотреть. Это окей, это норма. То есть не думайте, что вот с вами что-то происходит. Просто у меня сейчас этап такой, когда меняются мои энергии, и вам может что-то не резонировать. Просто вот мысль такая пришла. Так, это первая позиция. Так, смотрим. Позиция номер два. Двойки, три аркана. Посмотрим, что у нас здесь из представителей животного мира будет вам. Не знаю, подходит, не подходит. Не знаю, по ощущениям. Здесь нельзя как-то сказать сигнификацию, да, то есть вот по ощущениям. Если резонирует, окей, не резонирует, то то, что я и говорила единичкам, просто сейчас наши с вами вибрации могут не совпадать. Не переживайте, это нормально. Это не то, что с вами что-то происходит. Это у меня идут перемены. Ну вот смотри, великий аркан выпадает. Какое здесь может быть животное? Здесь, во-первых, по семерке бубнов здесь может быть какое-то мифическое животное. Это может быть феникс. Это может быть какие-нибудь там горгули. Да, то есть, ну здесь не про драконов. Нет, здесь что-то меньшее. Меньшее, но это какое-то вот мифическое животное. Может быть там, я не знаю, жар птица. Что-то такое волшебное, что летает. Почему? Потому что оно описывает здесь как какой-то вот фантастический мир. Мир фэнтези. Мир полета. Здесь также может быть еще, знаете, какое-то животное, именно какой-то микс, как это сказать, как некая такая коллаборация между животным и птицей. То есть это вот какой-то свой собирательный образ на тонком пламе. То есть это животное не в физическом мире. Это также может быть, ну вот из мира фэнтези, да, это может быть, например, как это, не единорог? Да, единорог. Да, вот это вот белая лошадь с одним рогом. Либо это может быть пегас. То есть что-то, что имеет белый цвет, чистоту и крылья. И вот здесь вот как-то, ну еще и может быть, что-то такое зеленое, да, как в контексте надежды, и алое, алое, оранжевое, желтое, вот какие-то такие цвета, цвета огня, как перерождение. Здесь какое-то вот, либо что-то ваше, но это какое-то вот мифическое животное. То есть это нереальное, его нет в физическом плане. То есть оно какое-то придуманное. Может быть, вы его, если это что-то не летающее, да, может быть, это что-то, что придумывали вы, может быть, в детстве. То есть здесь какой-то фантастический друг. Здесь какая-то фантастическая сущность придуманная. Так, здесь, здесь, здесь у меня идет ощущение, либо черное, что-то из кошачьего. Какая-то, ну вот, грациозность такая, знаете, либо из кошачьего, либо рысь, либо черная пантера, либо кошки такие, знаете, вот с ушками, как у рыси. По-моему, называется мейн-кун, да? Мейн-кун, мейн-кун, как-то так. То есть такие дикие кошки, но я знаю, что, но это не тигры, однозначно. Не тигры, не львы, нет-нет-нет. Это что-то, это могут быть гепарды, это могут быть, там, я не знаю, снежный барс. То есть вот что-то из кошачьего такого. То есть они вроде бы и дикие, но в то же время их, ну я знаю, что в некоторых вольерах, да, люди держат, содержат, то есть не только в зоопарках, но и дома в определенных вольерах. Хоть они и дикие, но вот они как-то на полудики. Здесь, может быть, а здесь идет, опять же-таки, какое-то благородство. Заметьте, благородство, да, благородное животное. То есть здесь может быть олени, здесь может быть косуля, здесь может быть, вот если я не ошибаюсь, по-моему, это называется дикие козочки. Может быть, видели, да, то есть гора такая, вот прям обрыв, и они прям вот на этом обрыве стоят, да, то есть не сверху, а вот как-то вот на каких-то выступах у них очень мягкие лапы, да, и вот они как-то стоят, очень удивительно, и не падают вниз, то есть на обрыве прям не сверху, а вот прям сбоку по наклонной. Вот здесь что-то такое, антилопа, ну вот что-то такое очень изящное, красивое, и есть рога, рога разного, разного вида рога. Лось? Нет, лось, я бы сказала, сюда не подходит. Сюда что-то такое более легкое, более женственное, что ли. Опять же таки, мы говорим олень, да, вроде бы мужского пола, вот, но здесь все-таки женского. Опять же таки, да, как в мультиках олененок Бэмби, вот тоже сюда бы подошел, да, хоть это и все-таки, ну, нарисованный мультикарный, как это, мультяшный герой, вот, он тоже бы сюда подошел. Вообще здесь очень много какого-то, такого вот придуманного мира, да, фантастического мира. То есть здесь фантазия может быть достаточно обширная. Так, качество, да, мы посмотрели. Эти качества, какую черту характера вашу показывают? Начнем вот сюда, да, с феникса, и что у нас здесь летающее было. Какую черту вашего характера? Какую черту, да? Возрождение. То есть возрождение после какой-то боли, переживания, причем, знаете, здесь вот как будто бы человек долгое время может находиться в этом состоянии, как-то вот горечи, переживания, но потом в конечном итоге он все равно как-то, вот видите, оттаивает. То есть он возрождается. Но я не могу сказать, что после возрождения здесь человек становится как-то сильнее. Нет. Я бы сказала, он становится как-то более спокойным. То есть его уже не цепляет то, что цепляло ранее. Со стороны может казаться как какое-то, вот знаете, выгорание, угасание, но я бы сказала, что здесь человек как-то вот после каких-то ярких, вспышек эмоций и переживаний, он приходит к такому более ровному фоновому эмоциональному состоянию. Вот здесь про это качество. Так, кошачья, кошачья. Какую часть характера вашего, да, может здесь описывать? Смотрите, кошачья, я бы сказала, вот эта кошка-то и выпала. Интересно, да? Кошачья. Любознательность. Любознательность, есть какое-то, знаете, желание обращать на себя внимание, получать восхищение, какую-то такую обратную связь, за что можно гордиться, да? То есть любознательность это в контексте развития, в контексте интереса чего-то нового, да? Вот здесь вот мы видим тоже. Еще, что по-кошачьи. Здесь вот какая-то такая, знаете, плавность, неспешность. Но, опять-таки, знаете, все эти кошачьи, семейство кошачьих, животные, при необходимости, они набирают очень большую скорость и обороты. То есть они, с одной стороны, активные и очень быстро могут бегать, а с другой, то есть движение, а с другой стороны, вот у них бывают этапы такие, знаете, вот ленья, да, расслабления. То есть я могу предположить, что здесь идет выражение какой-то вот вашей энергетики, наполненности, желания поделиться, желания отдать, ну вот как энергетические доноры какие-то. А потом вот эта вот лень, она связана с тем, что вам самим надо восстановить как-то свою энергию. То есть если вы не получаете обратную связь в свой адрес, да, какое-то вот восхищение, знаки внимания, любовь, вам надо самим восполнить свои резервуары. И вот вы это выполняете как-то вот через расслабление, да, через лень, через нежелание что-то делать. Так вот надо на солнышке полежать, погреться, да, потянуться. Но вот вы все время наготове как будто бы, да, то есть я вроде бы и расслабленная, но за любой кипиш, да, за любое веселье, за любую движуху, если в этом есть необходимость. Да, это вот это вот качество. А здесь то, что мы говорили, да, про оленя, оленя лучше, да, у нас здесь выпадает дьявол. Здесь какая-то вот гордость, да, проходит. У оленя есть это. Это гордость такая, знаете, не подходите ко мне, да, держитесь на расстоянии. Я такая значимая фигура для себя. Вот здесь как будто бы, знаете, идет вот эта вот гордость в контексте внутренней красоты, которую мы несем в этот мир, да. То есть дьявол — это харизма, дьявол — это физическая сила, это наши инстинкты, то есть это вот что-то такое животное, но это естественное. Вот и здесь вот идет как раз-таки, не знаю, может быть, какая-то сексуальность, какое-то притяжение, да, магнетизм, вот то, что вы излучаете, но при этом это вроде бы естественно, но какая-то вот есть такая, знаете, а здесь черта такая, ну вот как не дотрогать, да, то есть можно смотреть, как в музее на картину, можно смотреть, трогать нельзя. Вот здесь что-то такое, почему? Потому что вот олени, косули, то есть смотреть можешь на них, да, издалека на эту красоту, но стоит тебе только подойти либо сделать шаг в этом направлении, она пугается и быстро убегает. То есть очень напоминает такую, знаете, красивую деву в озере, либо в речке, да, которая моется, такая обнаженная, и как только она понимает, как нимфа, и только она понимает, что за ней смотрит бог-пан, да, и она начинает убегать, и вот этот бог-пан, в данном случае, да, дьявол, он гонится за ней. То есть вот смотреть можно, трогать руками нельзя. Вот здесь какие-то такие качества характера, ну, вообще интересно, интересно, ну, очень красиво получилось. Ну, здесь и карты такие, очень интересные. Так, это была вторая позиция. Кошечку поставим, кошечку поставим, что поставим, что поставим, кошечку поставим. Так, мы переходим с вами к позиции номер три. Троечки. Вытащу для вас три аркана, посмотрим, какие здесь животные могли бы быть и описать вас, ваш характер. Посмотрим. Опять же таки, если не откликается, то не откликается. Не переживаем, не тревожимся и не пишем, что вот мне не отозвалось, последнее время не откликается, не резонирует. Это связано с тем, что у меня идут метаморфозы энергетические, и вам поэтому может не совпадать. Не подходить, не надо здесь тревожиться. Вот прям три аркана сразу они и выпали. Значит, аркан шутам, восьмерка бугнов и тройка кристаллов. Вот здесь вот будет что-то водное. Здесь может быть черепаха. Сразу скажу, черепаха как в контексте мудрости, не торопливости, но при этом, вы когда-нибудь видели, как черепахи бегают? У них такая огромная скорость, они развивают, вот именно земные, не водные черепахи, а земные. Они очень быстро бегают, кстати. Я когда увидела первый раз, я была удивлена, потому что у всех есть ассоциация вот этой вот медлительности, да, черепахи. Она очень быстро бегает, если в этом есть такая необходимость. Поэтому здесь может быть вот эта вот черепаха в контексте мудрости, да, в контексте того, что я никуда не тороплюсь. Размеренно я иду к своей цели. Здесь еще как-то связано с долголетием, да, то есть не знаю, как-то с возрастом, может быть, вы выглядите моложе своего возраста. Что-то здесь такое идет. Так, здесь у меня проходят суслики, здесь проходят, не смейтесь только, я не знаю, почему так. Суслики, что-то еще такое, что вот как-то переминаются с ноги на ногу и как-то еще по-другому их называют. Суслики, они как-то бегают, а здесь что-то, что-то такое, вот знаете, как прыгающее, но это не кенгуру. Это что-то, что-то такое вот, что-то, что прыгает. Не знаю, может быть, я упускаю какое-то животное, но здесь точно животное, да, здесь и не птицы, и не насекомые, и, хотя здесь может быть богомол, да, мы говорим про насекомое, здесь может быть богомол. Опять же таки, богомол, как, знаете, символ справедливости, Почему именно справедливости самка богомола, отрезай, съедай голову своему самцу. То есть такое препарирование, какая-то может быть жестокость. То есть вот аркан справедливости, который проигрывается у троек, он может здесь выражаться в контексте богомола. То есть человек, который сражается за свои какие-то принципы, за свои какие-то нравы и понятия справедливости. То есть он может быть здесь жестоким, но потому что так требует обстоятельства. Особенно если надо принять какое-то решение, и вы приняли решение, что я не хочу общаться с этим человеком, и я отрезаю. То есть вот, например, туз мечей. Вот здесь богомол идет. А почему суслик? Потому что вот человек, у которого работают, как они называются, вот как антенны, да, 360 градусов. Везде вот он все славливает, получает необходимую информацию. То есть у человека всегда открыты горизонты перед ним, и он как будто бы и смотрит. Он не совсем не показан здесь, как он выбирает, но он вот просто смотрит туда-сюда, туда-сюда. И он не двигается. Вот самое интересное, заметьте, да, что суслик как будто бы не двигается. Вот он как-то на месте стоит. Либо как называются эти животные, ой, боже мой, как это называют, которые, по-моему, живут в пустыне, да, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, где-то в южных странах солнечных. И вот они все время сидят и в сторону солнца смотрят. Вот куда солнце разворачивается, и они так туда разворачиваются. Может быть, это и есть суслики, не знаю. Может, я путаю что-то. Ну, в общем, здесь такое, знаете, вот куда солнце поворачивается, туда и эти животные поворачиваются. Здесь вот что-то такое, то есть желание как-то вот подпитаться. Здесь, может быть, у вас сейчас есть какая-то нехватка энергетическая. И вот поэтому у нее показывает то, что вот вы там, где солнце, вы туда хотите посмотреть в этом направлении, вы хотите как-то подпитаться. Либо, знаете, человек, который вот наблюдает за ситуацией, да, чтобы быть в курсе обстановки дел. Как вот перед телевизором, да, сижу перед экраном и смотрю, что вообще происходит в мире. То есть вот какая-то такая наблюдательность происходит. Причем здесь как-то стадное какое-то такое животное, да, то есть не одиночное, а стадное. И вот либо как стадо, в данном случае, как семья. То есть вы не один, не одна сидите, а вот, например, там в кругу семьи, да, смотрим все вместе, смотрим сериалы, все вместе смотрим мультики, все вместе смотрим, что происходит сейчас. То есть здесь не в одиночку, здесь человек не одиночный. Здесь он какой-то вот семейный, даже не парный, а вот именно семейный, либо вот в каком-то кругу друзей. Здесь человек должен быть окружен людьми, он не сам по себе. Он не сам по себе, так интересно. А здесь, а здесь что-то связанное с полетом. А здесь вот по шуту что-то связанное с полетом. Ну, плюс ко всему, здесь перья еще есть. Здесь может быть голубь, как вестник, да, как вестник. Здесь может быть сова, либо белоглазка, или как-то так называется. То есть, ну вот она, она белого цвета, главка, главка это, по-моему, по-гречески. А по-русски, что такое вот, ну вот как белая сова. Не черная, не бурая, а вот белая какая-то. Вот такая. Может быть филин, но это почему-то вот белого цвета. Я не знаю, как это называется. Птица. Голубь. Причем голубь не такой, который вот на улице, да, а это горляшки называется. Сейчас я вам скажу здесь, что. А это белый голубь, потому что хвост, он не такой вот прямой, да, а он вот так вот как-то. И павлин здесь тоже может быть. Павлин, как всевидящее око, да. Как проявление, как вот третий глаз, открытие третьего глаза. То есть высшие силы, как наблюдение высших сил. Вот здесь, причем павлин не зеленый, а вот именно белый. Вот что-то с белым цветом здесь идет. Здесь птица. Здесь также проходят лиса. Рыжие лиса. Здесь идет снег, здесь очень много снега. Вот белый-белый-белый снег мне идет, такое вот как отображение. Здесь также могут проходить киты. Киты, именно киты. Не дельфины, не косатки, а вот именно киты. Голубые киты, потому что, видимо, снег. И здесь могут быть пингвины. Королевские пингвины, большие пингвины, не маленькие, а вот именно не те, которые в зоопарках, а вот именно там, где лед. Королевские пингвины. Так, ну-ка, давайте теперь мы будем смотреть, да, как и по другим позициям, эти представители, да, животных, что они здесь, какие качества вашего характера показывают. Значит, смотрим сначала голубей. Вот птицы. Птицы. Ну, видите, как паш костей. Это как раз-таки как новое начинание, да, как интерес, как вестники. Вестники какой-то информации. То есть любознательность, начинание, да, какие-то начинания. Информация, передача информации. Ну, и еще и полет, вот как движение, как жизнь, начало, начало какого-то этапа. Так, если мы говорим про китов, удовольствие, да, то здесь умение спокойный кокит. Почему? Потому что у кита же есть, ну, вот этот рыбий жир, да, самый полезный. Здесь вот почему-то какая-то польза идет от расслабленности, от, не знаю, вот я говорю, такое ощущение, что вам не хватает как будто бы энергии, да, вот. Либо морские тюлени, вот как-то вот полежать, да, вот полежать, не двигаться, расслабиться. И при этом эти животные, они очень любознательные, очень такие, знаете, ну, немножко авантюристые, игривые. И вот им интересно. Только здесь не такой интерес, как здесь, как у сусликов, да, а здесь интерес в контексте интеллекта. Не любопытство, ну, вот как, знаете, посплетничать, да, например, там, а что там у этого соседа происходит? А кто это такая? Почему она к ним в гости ходит? Вот, или еще, нет, здесь не про сплетни, а здесь именно про очень яркий, живой интеллект. И человеку все интересно, да, как это. Хочу, хочу все знать, хочу все познать. Вот здесь про это. Поэтому и гривость, и расслабление, и в то же время интерес. А вот пингвины, о чем здесь? Четверка луков, да. Прошлое, да, здесь показано прошлое. И какие-то иллюзии демоны прошлого. Ну, почему пингвины? Почему пингвины? Здесь как-то вот у меня идет ассоциация того, что королевские пингвины, они вынашивают, да, вот это вот свое яйцо. И если вдруг яйцо теряется, а высиживают его мужские особи, они женские, пока женская особь плавает за рыбой, вот, мужская особь, они все вот как-то друг к другу вотходят, то они могут даже вынашивать, если они потеряли яйцо, то они могут высиживать, не вынашивать, а высиживать камни. И если здесь вот потомство как-то утрачено, вот, и как будто бы вот эта вот симуляция, да, нахождение камня, похожего на яйцо, и вот его как-то высиживать, то здесь животное может очень сильно страдать. Вот здесь вот такое ощущение, как будто бы какие-то страдания по поводу того, что что-то не реализовалось. То есть здесь вот это вот качество какое-то, то есть с одной стороны, как-то вот преданность каким-то своим идеям, преданность своим каким-то мечтам, и оно вот прям может доходить иногда до абсурда, а с другой стороны, если вдруг это не реализовывается, да, то вот здесь как будто бы человека как-то за гордость цепляют. То есть здесь человек может быть уязвимый, когда ему предъявляют что-то, вот как-то подавляя его гордость. Вот прям, как это объяснить, надеюсь, вы понимаете. Как уязвленное самолюбие какое-то, да, вот здесь отсюда идут пингвины, да. Вот гордость, поэтому королевские пингвины. Потому что корона, да, то есть какое-то вот уязвленное самолюбие. И это имеет отношение как-то вот к прошлому. То есть либо вы как-то не можете избавиться от какого-то прошлого, либо что-то вот, какой-то груз несете в себе. И не можете его оставить, потому что вот ощущение того, что если вы это оставите, вот что-то из прошлого своего, то вы, потому что здесь картинка такая, да, когда пингвин, ну, качает жизнь самоубийством, потому что, ну, вот, не знаю, утратил вот это вот яйцо, как будто бы человек, ну, пингвин, который утратил смысл жизни, да. То есть вот здесь вы как-то, какие-то смыслы, за какие-то смыслы, за какие-то понятия, ценности, вы очень сильно держитесь. Если вы их отпустите, то вы как будто бы, не знаю, ну, теряете смысл своего существования, и здесь как будто бы в моральном падаете. Может происходить какая-то деградация. То есть вот какое-то такое у вас есть здесь качество, и не знаю вам, как описать по-другому, но вот вы постарайтесь через метафору пингвина самостоятельно понять, если вас вот эта вот часть цепляет. Да, помним, не обязательно, чтобы все. А какая-то что-то одно может цеплять. Так, здесь по поводу семейства и сусликов, и... Нет, это не лемуры, а как же их называют? Знаете, вот это вот в мультиках тоже есть животные эти, а, в Мадагаскаре, где они стоят и лапы свои разные стороны раскрывают, стоят на задних лапах, а передние, ну, типа рук, раскрывают, такие раскрытые налево-направо, и вот они вот прям перед солнышком, как это распятые стоят все, вот, я не помню, как это, вот это вот туда, что это, какое это качество. Вот примерно так они и стоят, смотрите, как карты говорят, забавно. Видите, вот так вот, вот так вот эти животные стоят. Здорово! Психодиночка, сижу, сама радуюсь. О чём, о чём здесь это качество здесь может говорить? Не знаю, у меня такое чувство, что здесь как будто бы интуиция должна сработать, да, то есть человек как-то находится в контакте, я не знаю, с высшими силами, то есть вот, как это, я на проводе. Вот почему-то здесь такое ощущение, что человек стоит как контактёр между чем-то и чем-то, да, либо вот как заземление, причём, смотрите, я говорила про семейность, и вот оно дерево, да, то есть символ, символ рода, символ жизни, символ семьи, наследственности, да, потомство, вот дерево, да, жизнь как таковая. То есть такое ощущение, что вот это вот качество, оно даёт вам как какое-то умение, что ли, вот как ченнелинг, проводить информацию через себя. Поэтому я и говорила, что здесь вы как будто бы сидите всей семьёй перед телевизором, да, то есть вот как принимаете информацию, не как транслятор, а как это тот, который получает информацию и потом её передаёт. Вот это вот качество здесь через это идёт. Ну, забавно, забавно ещё, а ещё какое качество здесь описывается, да. Паш Бубанов, да, передача, вот видите, здесь вы, здесь скорее всего не качество вашего характера, а какой-то навык, умение, да, транслировать, передавать информацию. То есть вы её берёте как будто бы с тонкого плана и заземляете, то есть вот являетесь каким-то посредником. Либо, если бы, допустим, это профессиональная сфера была, да, я бы сказала, вы являетесь посредником, поставщиком. То есть берёте откуда в это что-то и перепродаёте, передаёте кому-то другому. То есть вот какой-то вот посредник. Ну, если это не продукция, то вообще являетесь посредником между кем-то и кем-то, вот как посыльным. Так, ну и смотрим здесь, черепаха, да, черепаха. Так, туз луков. Вот это вот спокойствие, да, черепахи и мудрость, она здесь показывает на то, что здесь дух, он выстреливая с луком, да, он разгоняет облака, и небо становится чистым. То есть вот как будто бы направляете энергию, да, своей мудрости, что ли, на то, чтобы очистить как-то пространство. То есть здесь ещё у меня идёт как-то на примирение. То есть в своей мудрости, своими знаниями вы как-то можете, не знаю, либо людей помирить, либо создать какую-то такую обстановку, да, то есть успокойтесь, не переживайте, не надо конфликтовать, давайте жить мирно. Какой такой, знаете, вот Леополь. Леополь, давай жить мирно, да. Ребята, давайте жить мирно. Вот что-то здесь такое. Ещё о чём говорит, ну вот, о чём говорит черепаха, ну смотрите, как здорово, смотрите, как здорово, это аркан умеренности. А, ну здесь видно, смотрите, какая красота, а по-моему, я говорила, да, где я говорила, что девушка в этой позиции или в предыдущей, уже не помню, прямо вот в потоке просто говорила, что девушка стоит в воде, да, и за ней кто-то наблюдает. Где-то я это говорила, либо в этом раскладе, не помню, вот такое ощущение, что вот я просто вот эту вот картинку видела. Видите, спокойствие такое, а, по первой позиции было, по первой позиции. Девушка стоит вот в воде, да, там, где я говорила про вот эту вот стреказу. Девушка стоит в воде, видите, здесь бабочки, бабушки, бабушки за ней наблюдают мудрость, да. Сидят, значит, три человека и что-то там обсуждают. Вот когда я говорила про сплетни, это вот есть кто-то в вашем окружении, да, кто вас обсуждает, наблюдает. Бабочки, да, как некая такая трансформация, перерождение, то есть вот чистота, чистота души, мудрость, вот состояние. И я говорила, что здесь водное, да, что-то такое водное, поэтому я сказала водная черепаха. И вот здесь девушка очень красивая, да, она в воде находится, то есть вода как символ состояния эмоций нашей, да, чувства, погружения вот в этот эмоциональный фон, как очищение, да. И здесь тот же самый смысл, идет очищение, мы очищаем небо, воздух, то есть мы очищаем свои мысли, свой ментальный план, а здесь эмоциональный, астральный план. То есть как будто бы очищение здесь идет. И получается так, что вот либо у вас есть сейчас какая-то такая необходимость, да, очиститься, как-то вот переродиться, либо вы делаете сейчас какие-то чистки, либо ходите на какие-то чистки, либо, ну не знаю, необходимость какая-то сходить в спа. Вот какие-то вот такие моменты, да, очищение, что-то связанное с очищением, состоянием вашей души и в том числе ментала. То есть либо есть желание как-то, знаете, вот весь негатив прогнать от себя. У кого-то здесь камни в почках, либо в желчном пузыре. То есть здесь какие-то камни, здесь вот необходимость прям вот прочистить, какие-то протоки, то есть в организме много камней, вот прям вот желание вот это вот, чтобы они вышли. Либо песок, либо камни, вот что-то такое. Ну это вот прям точечно кому-то, когда приходит информация, я говорю, это не значит, что всем. Но вот как-то так. Не знаю, забавно получилось. Мне нравится, не знаю, пишите свои комментарии, у меня прям аж настроение поднялось, ну забавненько вышло. Я даже не ожидала, что так выйдет. Благодарю вас за внимание, хочу пожелать вам всем отличной недели. Приходите на Близз консультации. А мы с вами встретимся в понедельник до 15 числа. Прощаюсь, всем отличных выходных, пока-пока.